Всем привет! Что интересного на Доме-2 и за периметром на сегодня 14 сентября? Кристина Бухенбалта и Ваня Барзиков полгода как наслаждаются отношениями. Ваня уже дарил Кристине серьги, она тоже сделала ему ответный подарок, выбрала вот такие кроссовки. Также Кристина решила устроить Ване свидание и отвела мужчину в ресторан грузинской кухни. Надела новое платье, сделала красивый макияж. Ну а Ваня написал трогательные слова в инстаграм. Сегодня нашей маленькой семье полгода. Моя жизнь теперь это Кристина и Лео. Мы преодолеем любые преграды. Ну а почему Клава Безверхова нынче такая счастливая? Наконец-то она увидела свой новый носик. Я просто в шоке, какой маленький, прикольно. Я теперь не похожа на себя, очень красиво, реально очень круто. А вот Бекужев интересуется, кто достоин титула Королева Дома-2. Он делает ставку на Опенченко, а всего в финал вышли три девушки. Карина, Алина и Алена. Горина отвечает на вопросы подписчиков, почему у неё с Безусом не получилось. Потому что ему сначала нужно разобраться в себе. Но Катя ни о чем не жалеет, это был страстный и искренний роман. Она даже сделала татуировку на французском в память об этих отношениях. Написала на языке любви фразу «Танец двух вселенных». Кате никто не нравится на проекте, кроме Алексея. И она уже месяц как подумывает об уходе. Горина не обижается на гадости, которые ей пишет Репина. Я не могу обижаться на Таню. У меня нет желания задеть её в ответ. Она отличная мама и девушка. Позже она поймёт, что я тут совсем не при чём. Ну а Безус пишет о том, что все дороги ведут домой, что истинная красота женщины в материнстве. Теперь я знаю, что та, которая хотела от тебя ребёнка и родила его, точно тебя любила. Я правильно выбрал спутницу жизни. Это была любовь с первого взгляда. Извини, Таня, что не смог сберечь твою любовь. Надеюсь, мы будем хорошими родителями. Ну а пока мы живём рядом, я хочу максимум времени проводить с Афиной. Таня Репина вся в рекламе. У неё благодаря всей этой истории много просмотров, подписчики растут как на дрожжах и, соответственно, нет отбоя в рекламодателях. Антон Санников разносит грязные фейковые новости. Говорит, что Ваня Сенцов спал с мамой Клавы. Клава возмущена. Ваня не спал с моей мамой. Мама была на ногтях. Когда она вернулась, Ваня спал рядом с Робертом. Она просто сидела рядом и ждала, когда они проснутся. Новенький Ваня воссоединился с Алиной Иордан. Ну а где же девушка пропадала столько времени? Пишут, что гуляла с кем-то. Видимо, гуляла с поклонником, который подарил ей новый дорогой телефон. Потом пару дней якобы лежала в больнице. Сенцов нравится и Ане с Амониной, но парень на девушку не обращает никакого внимания. Влад Блинов у Ани уже в прошлом, хотя мама с Амониной считает, что он ей подходит. Аня узнала просто, чем Влад занимался в Китае, когда танцевал в ночных клубах. И нашла в его личных вещах целый чемодан резиновых предметов, которые подтверждают эту информацию. Арина Ким перед уходом рассказала всю правду об Артеме. Она сфотографировала тайком его личные вещи. Там были таблетки, опять же резиновые изделия. Тайком три дня она записывала разговоры с Грантом, в которых он плохо отзывался о своих друзьях и товарищах. Грант объяснил, почему Арина так себя ведет. Это попытки привлечь мое внимание. Но вы видели в эфирах, кто есть кто. Она придумывает всякую чушь. У нее не здоровая психика. Во-первых, у нее в детстве была сильная серьезная травма, которая наложила отпечаток на все ее отношения к мужчинам в дальнейшем. Которая наложила отпечаток на ее отношения к мужчинам. Потом, вы знаете, чем она занималась, зарабатывала на жизнь. Но я никогда не осуждал ее. Для меня главное, какой человек внутри. Она увлекалась запрещенными веществами, была в реабилитационных центрах. Все это оказывает влияние на психику. За 23 года у нее накопилась ненависть на мужчин, которую она проецирует на меня. Я же не сделал ни одного косяка. У нее большие проблемы со психикой, ей нужен специалист. А вот Артем удивляется бессердечию видеомонтажеров, которые поставили веселую музыку в недавнем сюжете. Когда Грант швырнул в Арину кружку, ему стало плохо с сердцем. У человека приступ мерцательной аритмии, он может умереть. Но вы там весельчаки и монтажеры. Не дай бог, когда именно вам будет плохо. У окружающих будет такая же ассоциация. Зрители поделились на два лагеря. Одни на стороне Гранта, другие на стороне Арины. Есть сомнения, что приступ Артема был настоящим. Вот пишут, Арина сказала, что Грант с Дубровским пил до восьми утра. И это подтвердил Черкасов. Далее утром показали, как он глотает таблетки. Потом с сердечным приступом идет в админку. Открываются ворота, и там уже стоит скорая. Он сам в нее садится. Дальше и в реанимацию своими ножками зашел. Такой бред. А вы на чьи старания пишите в комментариях. Это все новости на данный час. Подписывайтесь, будем сплетничать. Субтитры подогнал «Симон»!